И вот так вот лучший игрок 2017, а также 2018 года заблокирован в нашей любимой игре. Ну а перед началом данного интереснейшего ролика я бы вам хотел посоветовать поучаствовать в отличном конкурсе от меня и от царя. Вы можете выиграть промокоды КЕНИАН, контейнеры, а также добавление в друзья на мой основной аккаунт, а также на основной аккаунт царя. Все что вам нужно сделать это сделать репост данной записи, подписаться на наши ютуб каналы и также подписаться на наши группы вконтакте. Довольно таки простые условия и есть огромный шанс выиграть жесткие нагибаторские промокодики в нашей игре. Вы любите халяву? Обязательно выполняйте условия, ссылочка на данный конкурс в описании. И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было безумных игроков, давно у нас не появлялась данная рубрика на нашем канале, поэтому я рад вам сообщить, что я наконец-таки записываю новую часть данной рубрики. Надеюсь, что она вам понравится, поэтому обязательно поставьте прямо сейчас палец вверх на данный ролик. Ну и начнем мы сегодня с очень интересного момента, который у нас произошел в нашей игре. Я не знаю, что случилось с адвокатом, но данный аккаунт находится в блоке. По какой причине он находится в блоке, пока я точно не знаю. Попытался я разузнать, но пока никакой информации по этому поводу у меня не имеется. Будем следить. И вот так вот лучший игрок 2017, а также 2018 года заблокирован в нашей любимой игре. Что вы думаете, ребят, по этому поводу? Отпишите, пожалуйста, в комментарии, за что забанили адвоката. Может у вас имеется какая-то информация. Хотел бы узнать вообще ваше мнение по данному игроку. Насколько справедлив данный бан. Ну а мы погнали уже к следующему. Следующий у нас игрок это Стандарт. Легенда 2. Довольно интересный аккаунт. Весь опыт набит на одном вооружении. Хантера Жига вот такое вооружение у нас прикупил данный игрок. И ему, я так понял, оно очень-таки нравится. Ему нравится нагибать на таком вооружении. И в этом плане, конечно, у него все суперски получается. Следующий аккаунтик у нас сегодня игрок с ником Абдаршитов 1961 года рождения. Если верить данным числам. И это Викинг М0. Просто Викинг М0 на Маршале. Как это вообще понимать? Как можно дойти до Маршала на Викинг М0? Ладно, я понимаю, имеются всякие разные игроки, которым нравится играть на таких нубских вооружениях. Но все же, если ты имеешь пушку М3, если ты... Ну ладно, по модулям здесь не могу ничего сказать. Но ты имеешь пушку М3, у тебя должны быть обязательно кристаллы. Ты набил миллион двести тысяч кристаллов. И ты играешь на М0 танки. Зачем? Зачем так страдать? Зачем? Я не понимаю. Честно, таких игроков, может быть, вы понимаете таких нагибаторов. И знаете, что они делают вообще на картах, когда играют на таком вооружении. Но мне бы не хотелось встретить данного игрока. При том, что он продолжает играть в нашу игру и продолжает набирать опыт. Странно. Очень странно. Следующий аккаунтик у нас с ником Ресничка ГТ. И это Васпожига, на которой набита почти половина своего опыта. У данного игрока имеется почти 20 миллионов. И 9 миллионов опыта набито на Жиге. Как можно набивать столько на ВЖ? Я серьезно не понимаю. Довольно-таки интересный аккаунт. Отношение заработанных кристаллов к опыту тоже неплохое. Если я не ошибаюсь, то где-то 1,6-1,7 коэффициент стабильный, неплохой. И в этом плане, конечно, все у данного игрока, в принципе, нормально. За исключением именно-таки дронов. Возможно-таки данному игроку они, в принципе, не нужны. Но все же с тем условием, то что у нас сейчас очень-таки популярные матчмейкинговые бои. И вы всегда все равно в них участвуете. Дрон, как по мне, является очень необходимым элементом. Который нужен каждому игроку. И который нужно не только иметь в гараже, но и прокачивать его обязательно. И в этом плане, конечно, у вас будет намного проще получаться выигрывать каточки. Как по мне, надо качать. Надо качать. Ну, а следующий игрок у нас тоже Жига. Но уже Хорек. И это определенно одно вооружение, на котором данный игрок играет. Это Миг 410. Такой вот игрок довольно-таки интересный. Тоже любит Хорна Тажигу. И, как по мне, я серьезно не понимаю, где можно постоянно играть на Хорна Тажиге. И вот если вы играете матчмейкинг. Да, ладно, у данного игрока набито очень много опыта именно в захвате флага. Но все же. Но все же. Вы все равно играете в матчмейкинге. Вам приходится играть в таком формате. И ты имеешь одну пушку. У тебя есть Жига. И что ты будешь делать, если тебя закидывают на большую карту? Как ты будешь тянуть? Как ты будешь нагибать? И что вообще, в принципе, с этим делать? Я не знаю, как можно играть только на Жиге. Как по мне, было бы логично вообще прокачивать еще какое-нибудь вооружение. Ну, хотя бы одну пушку дальнего боя иметь, чтобы в какой-нибудь такой ситуации не совсем приятной. Можно было быстренько взять дальнего боя пушку. И не выходить с катки, никуда не убегать или не стараться на пушке ближнего боя нагибать. А просто взять и переодеться. И будет у тебя все в шоколаде. Ну, а данный игрок все равно набивает довольно-таки большое количество и опыта, и кристаллов для такого вооружения, как по мне. Если он играет именно-таки в матчмейкинге. Поэтому, молодец. Что я могу сказать? Молодец. Довольно-таки неплохой результат. Еще один интересный аккаунт с ником ArmStriker, который подтверждает свой никнейм. Это полковник, который продолжает набивать на своем страйкере опыт, ну и не только, конечно же, опыт, но и кристаллы. При том, что соотношение кристаллов к опыту примерно равно единице. Это значит, что данный игрок либо играет неправильные режимы, либо не совсем правильно использует свое вооружение. Но все же ему нравится своя пушка. Он это подтвердил своим ником и не собирается, я так понял, вменять данное вооружение. Будет прокачивать его ДМ-3, а потом и может быть даже и ДМ-4. И нагибать дальше успехов данному нагибаторскому игроку. Ну а мы переходим к последнему аккаунту на сегодня. И это вот тот аккаунт, который любят многие, любят такие у нас ребятки-аккаунтики. Встречать в боях, конечно же, я шучу. Как можно любить встречать в боях за свою еще, если команду игроков с васпами, с харьками М0, которые на таком убогом вооружении не только мультят, но и, блин, дизморалят свою команду. Я просто не понимаю, как можно качаться на М0 вооружении. Сколько я роликов уже не записываю по нашим безумным игрокам, но каждый раз я поражаюсь с таких игроков. И если не ошибаюсь, то данного игрока я нашел сам. Я сам играл вместе с данным игроком в одной битве. И когда я зашел в его профиль, когда я увидел вот этот УП-030, я просто понял, этот игрок обязательно должен попасть в моих безумных игроков. И обязательно я должен рассказать о нем. Ну, как? Можно просто сидеть и страдать. Напишите по этому поводу, ребят, вообще в комментарии, что вы думаете по поводу таких игроков. Что вы думаете по поводу адвоката, что я сказал. В начале именно таки данного ролика довольно-таки интересная ситуация произошла с данным игроком. Хотелось бы узнать по этому всему поводу ваше мнение. Не забывайте подписываться на канал, участвовать в наших конкурсах в группе ВКонтакте. Ссылочку на которую я всегда оставляю в описании. И также, ребят, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Но у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok